Доброе утро! С вами Егор Матаев, в эфире выпуск новостей. Начну прямо сейчас с главных тем. Выплатить три чужих кредита предстоит в ближайшие годы жительнице Барнаула. Женщина попалась на уловки телефонных мошенников. В результате не просто потеряла все свои сбережения, но и попала в долговую яму. Подробности в выпуске. Алтайские спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реке Аллей. По данным синоптиков, в ближайшие два дня возможно достижение опасной отметки подтопления в районе Аллейска. 90-летие отметил академик Ран и почетный директор федерального научно-производственного центра Алтай Геннадий Сакович. Выдающегося ученого поздравила и наша съемочная группа. Алтайские полицейские предупреждают о распространении недостоверной информации. Участились случаи о передаче сообщений о неких волонтерах от различных партий, которые якобы раздают бесплатные маски, пропитанные химикатами, после чего людей грабят. В главке МВД официально заявляют, никаких подобных действий с раздачей и примеркой защитных масок органы власти региона не инициировали. Никто из жителей края с такими заявлениями не обращался к правоохранителями. Полицейские призывают пользоваться только официальными источниками информации и не доверять различным анонимным сообщениям с сомнительным контентом. Алтайские спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реке Аллей. Под данным синоптиков, в ближайшие два дня возможно достижение опасной отметки и подтопления в районе Аллейска. Обстановку продолжают круглосуточно отслеживать сотрудники Центра кризисных ситуаций краевого МЧС. Представители местных администраций регулярно информируют местных жителей и спасателей о сложившейся ситуации. В самых опасных местах задействованы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Все службы находятся в готовности к реагированию и оказанию помощи населению. В главке МЧС рекомендуют жителям прибрежных зон предпринять меры, которые помогут сохранить их здоровье и имущество. Нового регоператора по обращению с коммунальными отходами выбрали в Барнаульской зоне. Им стала компания «Экоутилизация». Она начнет свою работу со 2 июня. Данный регоператор будет работать на территории Барнаульской зоны, в которую входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тольменский, Троицкие районы и зато Сибирский в течение 9 лет до конца 2030 года. Напомню, в начале апреля алтайские депутаты отреагировали на обращение людей по поводу мусора и вышли в рейд по улицам. По словам горожан, мусорный коллапс наблюдается не только на окраине, но и в центре города. Одну из подобных свалок нашли на улице Чудненко. Выплатить три чужих кредита предстоит в ближайшие годы жительнице Барнаула Алене. Женщина попалась на уловки телефонных мошенников. В результате не просто потеряла все свои сбережения, но и попала в долговую яму. Как не попасть в такую ситуацию в сюжете моих коллег. Полтора миллиона рублей. Цена доверчивости, которую заплатила жительница Барнаула Алена. Вспоминает, ничего не заподозрила, когда якобы сотрудники банка позвонили и сказали, что с ее счета пытаются похитить денежные средства. Сразу после этого раздался еще один звонок, но уже от лжеполицейских. Они уверяли женщину, ситуация под контролем. Но чтобы помочь им отследить аферистов, Алена должна взять несколько кредитов на свое имя. Меня напугали тем, что у меня полностью прослушивается телефон и нельзя никому об этом говорить. В процессе так называемой операции, которая длилась несколько дней, Алена взяла три кредита на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Помимо этого, рассказывает, с ее счета мошенники сняли 300 тысяч рублей. Все это время женщина и подумать не могла, что общается с аферистами. Они грамотно использовали терминологию. Были вежливы, но настойчивы. Фактически это такое было вранье, которое частично было правдой. То есть мои данные же действительно украли по факту. Только они сняли деньги не дистанционно, а моими собственными руками. Вот и все. Телефонное мошенничество – популярный вид деятельности среди аферистов. В прошлом году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 4 тысячи фактов хищений с банковских карт в нашем регионе. Больше полутора тысяч случаев в Барнауле. Одной из жертв и стала наша героиня Алена. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в особо крупном размере. Сотрудниками полиции проводятся комплексы оперативно-восходных мероприятий по установлению личности мошенников. Мы уже не раз рассказывали про мошенничество с помощью IT-технологий. Напомним, если сотрудник банка просит вас сообщить личные данные, следует немедленно прервать разговор. После этого связаться с организацией, от имени которой с вами общались. Если на уловки все-таки попались, важно сразу написать заявление об отмене спорной операции в отделение банка, а также обратиться в правоохранительные органы. Анастасия Меншакова, Софья Житина, Михаил Люфуншан. Новости. Автобусные рейсы из Барнаула до Горноалтайска с отправлением в 8.20 утра отменены. Об этом сообщили в Барнаульском автовокзале. Взамен введен вечерний автобус. Цена билета в одну сторону – 610 рублей. Он будет отправляться из краевой столицы в 20.00 ежедневно. В Горноалтайск пассажиры приедут в 12.30. На следующий день из Республики Алтай в Алтайский край можно будет уехать в 13.00. В Барнаул автобус прибудет в 18.10. Краевая социальная акция «Стань дура! Донором спаси жизнь» пройдет в Барнауле с 19 по 23 апреля. К донации допускаются люди, не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет и весом более 50 килограммов. Инициаторами акции 10 лет назад стали студенты Алтайского государственного технического университета. Позже их поддержали студенты филиалов ЛГТУ в Бийске и Рубцовске. В этих городах мероприятие уже прошло. Кровь сдали около 500 человек. Также в этом году впервые в акции присоединился камень на Аби. После сдачи крови доноры получают бонусы. Компенсацию на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнеров, а также дополнительный выходной день к отпуску и учебе. 90-летие отметил академик Российской академии наук и почетный директор Федерального научно-производственного центра Алтай Геннадий Сакович. Выдающегося ученого и создателя топлива для тяжелых межконтинентальных ракет с юбилеем поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глеб Полянский расскажет подробнее. В 60-е и 70-е годы 20 века, в период противостояния сверхдержав в Холодной войне, во многом именно Геннадий Сакович обеспечил нашей стране стратегическое преимущество, а ее народам – безопасность. Создание надежного ракетно-ядерного щита было бы невозможно без разработок Геннадия Викторовича в области твердого топлива для межконтинентальных тяжелых ракет. Геннадий Викторович действительно человек, с именем которого всегда или очень часто связаны слова «впервые», «первые», «самые первые» и так далее. Неоднократно сумел убедиться в личных непосредственно беседах и встречах с академиком Саковичем в том, что, держав вот такую картинку масштабную, широкую, долгосрочную, стратегическую и так далее, в то же время Геннадий Викторович всегда очень внимательен к мелочам. Виктор Томенко вручил Геннадию Саковичу знак «Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края». В ответном слове Геннадий Викторович подчеркнул, что всегда был патриотом своей страны и чувствовал крепкую связь со своей малой родиной, Дальним Востоком и, конечно, сибирским городом, где он состоялся профессионально – бийском. Я верен этой большой территории нашей страны, нашей Азуралье, которая хотела бы, чтобы она еще более и более развивалась и укреплялась. Оно крепко развернулось в сталинские пятилетки, оно крепко развернулось и после войны. Хотелось бы, чтобы этот Дальний Восток и наш Сибирь крепле-крепле бужали и создавали тон даже всей нашей стране. В сложные для страны и ее экономики 90-е годы Геннадий Сакович не просто спас научно-производственное объединение в Бийске от разрушения, но и создал на его основе десятки акционерных обществ, чьи достижения известны уже далеко за пределами Алтайского края. В 2001-м он основал Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской Академии Наук. И сегодня Геннадий Викторович работает в должности почетного директора Федерального научно-производственного центра «Алтай» и продолжает вдохновлять более молодых коллег на ежедневный труд на благо мировой науки и своего отечества. Глеб Полянский, Михаил Лифуншан. Новости. К этому часу пока все, до встречи в эфире.